Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня продолжаем играть в Trader Life Simulator И знаешь, что изменилось? Изменилось то, что мы играем в ту же самую игрушку, только немножечко обновленную И снижаем здесь чувствительность мыши, конечно же, как мы и хотели это сделать в предыдущих сериях И знаешь, что самое интересное? Это то, что сохранение остается, сохранение остается, и это очень здорово Так, я не помню, на чем мы остановились в предыдущей серии, в предыдущей серии мы остановились... Сколько время? Время 7 утра, значит самое время бежать на работу, правильно? Правильно И, используя телефон, нажав клавишу N, у меня телефон появился что ли? Repair cars, короче... Понял, на N нажимаю... А, ты не имеешь телефона, я понял Так, перевернуть автомобиль, оглядываться... Огни, это фары, выйти из машины на F Значит, смотри, мне написали... Блин! Я же ссать хочу, в конце концов, надо в туалет, наверное, сходить Что-то я тупанул даже, не занялся этим Ладно, сбегаем, потом это все сделаем Что-то очень медленно машина разгоняется, и это мне очень неприятно Значит, смотри, мне написали, что нужно взять кредит, что можно взять кредит Что мне нужно снимать деньги с карты, с банка, потому что оттуда берет зарплату работник И... В принципе, там много чего понаписали И написали еще, знаешь что? Написали, значит, что можно нанять второго сотрудника Что меня не может не радовать За 2500 долларов, если я не ошибаюсь Ну, давай, открывайся И... Ух ты ж, нифига себе, 3... 3КА, или что это такое? Это мой ноутбук, который был ранее мной здесь оставлен Взаимодействие на F Сначала поговорите с жабер С жабером надо поговорить, кастом х... Чего? Я чего-то не понимаю Здесь, наверное, что-то изменил Смотри-ка, здесь есть лестница Здесь есть лестница Зачем она пока что мне нужна, непонятно Здесь же была тележка А тележка вот у нас стоит Так, значит, смотри Здесь просто наобновляли всего Чего только можно И, типа, здесь все No money, только Только collect Customer has left No зубная паста А... То есть... Они что-ли покупать теперь начали То, что они хотят? Или что? Можно использовать для надевания предмет Нет вафлей Короче, понял Ладно, давайте погнали Мы в... К жаберу К жаберу мы погнали И... Купим там Вафли Зубную пасту И клубничное печенье Давай, потому что Ну, я так понимаю Здесь нужно покупать Именно то, что они хотят Уже Они... Ну, ориентироваться То бишь на... Люди... Списано с 20-го счета 50 По... Да вы хотите Слишком много... О, убрали Кстати эту, как ее называют Тележку здесь С овощами Я по старой памяти еду Здесь вот можно было срезать А сейчас нельзя срезать Это вот очень неприятно Смотри Печень я продал Отлично Блин, слушай Изменили здесь все Как смотри Здесь сделали все хорошо Здесь сделали все по-человечески Давай припаркуемся Вот так Вот Вот сделаем Встанем Выйдем И пойдем посмотрим Некоторые продукты Нужно хранить в холодильнике Они сгниют То есть здесь надо еще И прочитать обязательно Так Здесь уже есть тележка Рохля А вот это вот Автомобиль Мне доступен? Нет Нет Я так понимаю Мне недоступен Этот автомобиль Самое интересное Что? Самое интересное Это то, что сейчас Сейчас нужно будет покупать Эти все Вот как их называют Холодильники Не холодильники Там-то это было все неясно И Пицца с овощами Какая пицца с овощами? Елки-палки О чем вы говорите Вообще Я не понимаю Сколько всего нужно покупать Сколько всего У меня глаза разбегаются Мне Человек Очень агрессивно Объяснил Что нужно покупать Я забыл Забыл Что я могу сделать? Огурец Огурец Давай огурцов купим Купим огурцов Пусть будут Люди хотели То, что баклажанов купить Я так понимаю Да? И Это что такое? А, это просто Молния сверкает Баклажаны Хотели бы Салфетки Подгузники Ткань Рис Пшеничное Печенье Чай, кофе Печенье Печенье Продаются Чипсы Куки Куки-файлы Какой-то перевод Очень странный Стеральный порошок Давай его купим Я не помню Я сейчас на что Там этот Агрессивный молодой человек Пытался объяснить И что он пытался мне сказать Продавать Но Салфетки он, по-моему, мне говорил Продавать надо А салфеток я здесь не наблюдаю Кофе Давай Кофе, что ли Купим У меня минус 50 На банковском счете И это очень-очень грустно Ноу арбуз Ноу арбуз Это ничего страшного Без арбузов можно прожить Мне нужны салфетки Шоколад, кукурузный Так, это Все не то Зубная паста Которая Горох Какой горох Смотри Чай, йогурт И Подгузники Пеппертовал Я так понимаю Вот это вот Это салфетки Но у меня нет денег На салфетки Серьезно Ну давай тогда Купим зубную Пасту И А, мне написали Что можно грузить Еще на крышу Типа мне нахрен Не нужно Ничего Кроме Ты больной Серьезно Как так Я сейчас Вообще В минуса Уйду Такими Тепами Так Ну это все Дело Кстати я могу Бегать Писалось Что нельзя Бегать Когда ты Заболеешь Стиральный Порошок Давай Стиральный Порошок Еще купим И поедем Расставлять товары Так Писали Что Было написано Что нельзя Бегать И короче Нужно Лечиться Таблетками Которые Продаются В том Магазине Которым Мы были В прошлой Сери То есть Там Якобы Вы больны Идите В аптеку Да В аптеку Нужно Зайти И купить Там таблетки Там таблетки Стоят 250 бачей По-моему Это Хреней Как дорого Я не могу Такие деньги себе позволить Потратить Тем более На таблетки Мне сейчас нужно Бизнес развивать А вы меня Вот в такие долги Загоняете Это Неприлично Можно сказать Я только начал играть А вы меня Уже просто Никуда Загоняете Кстати Если что Если я Будет У меня Вот здесь Вот в фон То ничего страшного Это так и должно быть Это значит Что я Не смог справиться И И Он не смог удалиться Короче Я сейчас Сделаю Что Это что значит Что столы Значит Блин Все Бегать Я Не могу Кстати Зачем я сюда Пришел Это что такое Испорченные Что Продукты Или что Роттен Продукты Блин Зачем я так далеко Припарковался Давай задом Немножечко Сдадим Вот тут Остановимся Остановимся Говорю И выйдем Выйдем Начнем Выгружать товары Офигеть Какая большая Пачка кофе Вот Вот Эта Анимация Она Здесь Мне кажется Излишне Немножко А Это просто Продукты Которые Были Просраны Что Или Что Они Не смогли Продаться Не смогли Продаться Еще Мне Рассказали Что Если Нанять Второго Сотрудника То Он Будет Не Просто Продавать Стоять А Он Будет Выкладывать Товар На полке Что Облегчит Мне Жизнь Но Он Стоит Две С Планы Тысячи Можно Конечно Рискнуть И Поставить Его Работать То есть Чтобы Он Так Сказать Трудился Чтобы Он Делал Работу За Меня Я Буду Заниматься Уже Другими Немножечко Делами И Блин Зубная Паста Зачем То Ладно Ладно Сейчас Расставим Давай Вот эти Товары Пойдем В аптеку Если У меня Будут Деньги Конечно Ж На лекарства Потому Что У меня Как бы Много Есть У меня 95 Долларов И Минус 50 То есть Ну То бишь На карте У меня 0 0 На карте И Не кашли Пожалуйста Всех Заражаешь Сейчас У тебя Сотрудник Последний Уйдет На больничный Будешь Потом Мучиться Ну Что Такое Почему Ты Не Положил Зубную Пасту Кладем Давай Хезно Мясо Ну Нет У меня Мясо Что Теперь Зачем Сюда Приходил Тогда Так Ладненько Расставили Мы Товаров Немножечко Хотя бы Хотя бы Чуточку Расставили Товаров Уже Хорошо Огурцы Тоже Поставим Вот сюда Вот Типа Чтобы Они Были Здесь И К нам Никто Претензий Не имел Вон там Стоят Товары Которые Я так понимаю Испортились И Их Нужно Снять Но Баклажан Возможно Они Чего Это Чего Произошло Это Сюда Фуры Что Лиза Фуру Загонять Нужно Не Мне Рано Не Нужно У меня Столько Это Денег Нет Т Добавить В инвентарь Давай Добавим В инвентарь Поставим Полочку Вот Сюда Дур Фрейм Дверь Кровать Стена Лаптоп И рак Ну ладно Это Я Еще Понимаю Это Я поставил А остальное Это Откуда Остальное Это Радость Откуда Взялась Ну Взаимодействуй Откати Ее В сторонку И Вот Здесь Оставь Пойдем В больницу Сгоняем И Думаю Думаю Что Нам Хватит Хотя Бы На Лекарство Потому Что Ну Это Вообще Никакие Рамки Не Годится Я Считаю Что Нужно Нам Сгонять В аптеку Посмотреть Сколько Стоит Лекарство И Поехать Закупиться Еще Если Дорого Стоит Лекарство То Мы Купим Эти Лекарства Уже В следующий Раз Кстати Я смотрю Исправили Наверное Все Таки Управление Автомобилем И Он Теперь Управляется Немного Более Приятно Но Разгоняться Он Стал Очень Дико И Очень Как То Медленно Надеюсь Что Лекарство Стоит Долларов Пятьдесят Потому Что Иначе Я Не Смогу Сто Нормально Сэнки Теперь Я могу Бегать Спасибо Отлично Мы Смогли Вылечиться И мы Едем За За Прибылью Потом За Продуктами Выходи Пойдем Это в дождик Если бегать Значит Если в дождик Бегаешь Значит Ты Это Самый Как это Сказать Ты Заболеешь Значит Вообще Несправедливость Какая-то Пойдем В банк Посмотрим Когда Нужно Отдавать Кредиты Правда В самом Начале Я думаю Не стоит Перевести Деньги Или Взять Суду Я хочу Взять Суду Дружище Я хочу Взять Суду В банке Здравствуйте Денеги Дайте мне Пожалуйста Погасить В кредит Взять Суду Можно Тысячу Долларов Взять Но Мне Нет Давай Давай пока Не будем Ничего Брать Давай просто Освоимся Пока что В игре Потому что Для меня Это все Новая Новая Игра Она Как бы Вообще Я в ней Пока не ориентируюсь То есть Сейчас мы Немножечко Прииграемся И конечно же Возьмем Кредит В кучу Купим Магазин Еще один Соседний Не знаю Там сотрудников Наймем 20 человек Чтобы они Там работали То есть Блин Я не знаю Как это Освоим Сейчас Мне кажется Стоило Гораздо Дороже Лекарства 250 Если не Ошибаюсь И Для меня Это было Очень удивительно И Было Очень хорошо Что я Не заболел Тогда Возможно Нельзя Было Заболеть Возможно Еще Что-то Но Факт Остается Фактом Мы не заболели No Рис Давай Рис Мы сейчас Купим Давай Купим Всего Понемножечку Давай Открывай Дверь Давай Открой Дверь Спасибо А тортики Стоят Я их не могу Покупать Хлеб Не могу Покупать Это что Мука Мука Мне нафиг Наверное Не нужна Соль Соль 33 Соль 33 Макароны Колу Купим Она не так дорого Стоит Поэтому я ее купил Шоколад Купим И купим Купим Добрых Апензинов Купим Хочешь Сладких Апензинов Хочешь Слух Рассказов Длинных Смотри Значит Куки Файлы Можно купить Средства Для чистки Туалетов Есть Здесь 47 Долларов Да это Много Рис 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 что мы залезем в долги придется набрать суд у нас свет и получится что вот вот и все конец игры можно сказать заново начинает надо будет еще доехать вот оттуда вот вот в ту сторону от нас есть будет и посмотреть там бизнес и вот эти продавались за 25 не за 25 типа экспорт импорт и сотрудничество с другими конторами так понимаю я здесь просто катался тогда это было дорого я я что-то не понял комментарий человека агрессивного опять же я вот очень сильно запомнил он написал так это типа тебе придется 10 реальных дней играть чтобы там вот этого момента дойти то есть надо лицензию покупать все дела то есть я кого не из-за этого купила там как бы репак был уже вчерашний там позавчерашний то есть там не сильно уж много и прибавилось за это время я купил это тупо из-за того что я захотел поиграть в нормальную игрушку то потому что ну потому что понимаешь понимаешь вот лицензию когда играешь но совсем другом да и к тому же я же все-таки это дело снимаю и поэтому хотелось бы чтобы вы смотрели на то что актуально они в чем 150 лет которые назад уже как сказать в обновлялась правильно правильно все для вас можно сказать да так здесь насчет кола кола шоколад чтобы на все было давай прибыль соберем посмотрим денег 107 долларов смотри неплохо кстати хочу заметить с учетом того что у нас много товаров которые мы сейчас будем продавать это шоколадным выставляем на полку думаю что у нас да кто-то что-то докупит на самом ли деле то второй сотрудник будет выставлять товар на полке либо же это просто обман какой-то наглый просто посреди бела днями обманули если на самом деле так и есть то это вообще отлично но если не так то ну дружище но так некрасиво делать почему кола рыжая и надо будет читать комментарий вот этот который был написан человеком тем что мне нужно покупать то есть я не помню что мне нужно покупать он там что-то написал типа вот чтоб ты не считал чтоб ты не этого самого нужно покупать вот это вот это вот это на самом деле так нехорошо ну не нужно зачем так писать зачем мне писать что нужно покупать я развиваю свой бизнес конце концов это мой бизнес вот открывай свой бизнес и покупать что хочешь честно то есть я как бы тебя не запрещаю потратить деньги на лицензию там покупай то что тебе хочется там не знаю все в твоих руках дружище я снимаю ты ставишь лайки из лайки там комментируешь почему тебе не нравится то ли иное видео как бы тебе же никто не запрещает играть тоже в эту игру правильно понимаешь это все в твоих руках огурцы расставил вот сюда хотя как мне написали можно ставить аж сюда вот типа вообще без разницы я так понимаю будут покупать даже с пол так товар у нас в избытке 32 доллара коллектор давай ничего собрался либо это баг такой в момент когда покупает человек какой-то нажимать на сбор денег не нужно кашир взаимодействовать сначала поговорить и жабером жабером нужно поговорить а почему почему части не поговорил не знаешь я тоже не знаю поехали у нас сейчас мужик наш а это в туалет хочет и очень сильно хочет и я думаю что мы сейчас едем говорить джабером потом этим нет клубничного печенья ну ты блин нашел куда заходить клубничным печеньем я только открылся идем жаберу да покупай но все равно достаточно много всего продается и как бы ну неплохо получается все пойдем разговаривать жабером я так понимаю он нам даст возможность нанимать себе сотрудников и поедем поближе к зданию подъедем ну потому что по улице бегать заболеть можно быстро очень жабер а жабер я доставлю вам товар а то есть он не он мне доставлять может товар хорошо дожди а нифига себе слушай то удобно а где нанимать сотрудника тогда нанимать сотрудника наверное это вон там то есть я через компьютер могу сейчас отключили свет что ли а ноутбук у меня тормози что ты делаешь так ноутбук у меня в кармане поэтому я могу сейчас взять лаптоп поставить всю почему я не могу почему не были нет электричество ладно погнали нет у нас электричество магазине это очень грустно потому что если у нас нет электричество магазин вот по логике вещей нельзя совершать покупки то сейчас нам магазин не приносит никакой прибыли хотя принт собирает прибыль какую-то время 21 00 и следовательно нам нужно уже ехать магазин закрывать его и тыры-тыры 8 а это автомобильный магазин подожди и сюда включил фар и едем мы правую сторону вот сюда вот направо на якорь на сотрудничество какое-то потому что там по моему был автомобильный магазин если я не ошибаюсь а я не должен ошибаться потому что по моей светлой памяти ясно что именно там находился автомобильный магазин точнее автосалон тормозите в конце концов что за тормозной путь со 40 40 километров в час так здесь дождь идет везде да так нет не исправили так нет это нам не нужно это за 50 к можно купить что-то там на экспорт компании это нам не нужно хотя игра на русском написано сейчас играется в настройках стоит русский язык не знаю почему здесь разговариваются и пишут на английском да что ж такое вот значит смотри я так и не понял пока еще где можно нанимать сотрудника но мы сейчас этим разберемся обязательно или же не и знает нас на у кастомер вел что-то там на 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 ладно едем в магазин едем магазин и закрываем его потом едем домой моемся спим и дальше мы уже делаем что делаем делаем дела вот в чем мы делаем заболтался заболтался и уехал в кювет так вот и бывает никогда не разговаривайте за рулем тем более вот так увлечен хорошо по сейчас заправка не особо требуется то есть я надеюсь он там еще не переделают разработчик этой игры сейчас мне не понадобится там не знаю каждый день буквально заправляться да я знаю что за электричество нужно с помощью ноутбука заплатить на подожди ты лаптоп место поставь место использовать доход жалуется но арбуз жалуется 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 я могу что сказать тебе обновление магазина купить кофе машин а вот может быть где нанять вторую кассу 2 500 точно оплатить счета за электричество advance to visa card using kt ноутбук дайте храним игру забрать как ноутбук забрать выполнено добавить в инвентарь погнали в банк надеюсь мы сейчас опять не заболеем и не будет такого неприятного этого момента смотри дружище мне нужно из кошелька вообще на карту сразу но я смотрю у тебя такого варианта нет значит передача а из этого сюда 150 передачи подожди он чё комиссию с такую схватану не понял сейчас я я как я же все я же ладно или я дурак или на самом деле он настолько наглый что умудрился с меня захапать столько денег полтос со 150 это просто вообще невыносимо тогда даже есть тут флешлайт есть спасибо давай оплатим счет за электричество спасибо что мне подключили электричество снова и выполнено берем ноутбук с собой и едем домой едем домой подожди я не закрыл магазин я забыл закрыть магазин представляешь смотри значит сейчас сейчас мы едем домой едем домой на этом серии я думаю заканчивается и как раз таки начинается следующая серия которой я уже это все буду делать нанимать второго кассира там нанимать третьего кассира четвертого то есть чтобы прибыль нашу шла почему ты не тормозишь дурила дурила так выходи погнали двери закрываем кстати дома мы особо и не были но у нас в принципе ничего здесь не поменялось это как было закрыто такая остается и мы значит идем в туалет мы чуть-чуть еще бы чуть-чуть и он бы сходил себе в штаны а смотри мы помылись мы по побрелись мы сходили в туалет мы ложимся спать вот и на этом заканчиваем вот такая вот серия получилась странная спонтанная и ни к чему не приведшие всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте соответственно и всем до встречи в новых видео всем до встречи новых сериях всем пока